Девушки отдыхают Как будто бы какая-то кишка Но она там без отверстий каких-то Просто выпирает какая-то кишка Я испугалась И потом типа проходит как будто бы Какое-то время И она становится очень длинной Прозрачной И шевелится Я просто в шоке Я как это представлю Представляете, я смотрю И у меня тут какой-то хвост Вот такой-то просто Я не знала, что это такое Это ужас Я даже не знаю, как в соннике это набрать Приснилось, что какая-то прозрачная кишка Или хвост из пупка В общем, я не знаю Вот такое вот мне приснилось И было как наяву Я думаю, что за фантастика Что за фантастика При том, что я реально фантастику какую-то Даже не смотрела в последнее время Или какие-то такие вещи Потом я проснулась от этого сна И от будильника Потом мне приснилась другая какая-то фигня Ну ее я уже плохо запомнила То есть я запомнила вот этот сон Который меня прям напугал Поразила вообще Был таким как будто бы реальным Не знаю, какого черта Мне снится какая-то фигня Просто какая-то ересь В общем, я сейчас пойду на коррекцию ресничек Я думала, что у меня много ресниц Но на самом деле Вот особенно на этом глазу Прям достаточно много выпало Потому что Ну то, что я постоянно тру лицо У меня аллергия Вот это вот все Сегодня, кстати, я решила не пить лекарство Это аллергия Потому что мне вообще кажется Что оно мне нифига не помогает И сейчас я себя чувствую точно так же Как когда я пью лекарство Я думаю, может быть оно вообще Ну реально бессмысленно мне его пить Еще хочу сказать, что очень жарко у нас в Москве Не знаю, сколько сегодня градусов Но прям жара Я посмотрела прогноз погоды на май А сейчас потому что у нас уже конец апреля 19 число сегодня Посмотрела прогноз И прям клево Очень клево Вот сейчас 13 градусов пишет Я, конечно, не буду выходить прям голая Куртку Ну в куртке еще что-то Не знаю Наверное, все равно тепло оденусь Сейчас чихну Вот Пью кофеек В общем, сейчас пол пятого Да, и мне надо выходить Потому что в пять у меня реснички Не знаю, долго будем делать или нет Но я думаю, максимум час Потому что это коррекция Вот И в принципе у меня достаточно много ресниц Обычно на коррекцию я прихожу У меня там меньше ресниц Поэтому надеюсь, что быстренько сделаем Потому что хочется побольше сегодня Времени провести Как-то сказать Не то, что в сознании С открытыми глазами С возможностью что-то снимать Вчера ночью Вечером, когда мы снимали реакцию Я заказала Яндекс.Лавку Хотела заказать там творог Что-то такое Потому что я на даче пробовала сделать Эти сырники И у меня не получилось Я хочу попробовать в Москве сделать Короче, заказала В итоге курьер не успел Типа в дневную лавку зайти Она стала ночной И, короче, в итоге я попросила отменить заказ Вот И поэтому сейчас, когда приду с ресничек Будем заказывать Хотя, не знаю Если будет не так уж и темно и холодно Когда я закончу Хотя я закончу, наверное, часов 6 примерно В общем, хочется погулять Погодку хорошую поощущать Завтра я встречаюсь со своей подружкой Настей В центре где-нибудь посидим Погуляем Не знаю Тоже очень радуюсь этому Бежухи какой-то А еще я планировала заказать клининг Но потом подумала После того, как увидела прогноз погоды Что лучше закажу на следующую неделю клининг И сразу, чтобы помыли окна В доме Потому что как раз вроде как Хотя там и обещают дожди Но... Но да В общем, если сегодня Никуда в какое-то интересное место Не пойду Не пойдем Что, скорее всего, так и будет То можно будет разобраться в вещах Посмотреть Что-то уже убрать Супер зимнее под кровать Может быть, не знаю А еще я подумала Я же до сих пор не продала свое свадебное платье Целых два Я думаю, уже даже не знаю Может их и не продавать Хотя я особо их и не продаю Типа я просто как-то об этом сказала И забила Вот, не знаю Может быть, вообще его оставлю И, например, на какую-нибудь годовщину свадьбу Если буду такая же худая Что, скорее всего, надеюсь Вот, можно будет еще раз его надеть Мы со Славой вчера смеялись Я сохранила вот эту вот Типа корону Такую диадему В которой Которая была у меня на голове На свадьбе И мне хочется сохранить Я планировала сохранить Какие-то маленькие детали Я не планировала там платье сохранить Типа, знаете, детям Своим взрослым показать Вот мое платье Это я не планировала Это уж как-то такое Но потом я подумала Блин, а почему нет? Че? Зачем мне продавать платье свое? Кому оно надо? Типа никто Ну, как-то особо желание не проявлял Ну, в общем, не знаю С другой стороны Зачем оно мне нужно тоже Вот Потому что я планировала Ставить такие маленькие детальки Типа короны вот этой Фату я оставила Вот это прикольная память Это прикольная Ну, хотя платье тоже прикольная память Скажем так Ну, не знаю Посмеялись со Славой вчера Я говорю, вот Типа буду бабушкой Когда буду своей внучке Говорит, вот Надень мое платье на свадьбе Сейчас, конечно, такие ткани Уже не продают Не шьют Типа, вот Ну, нет Я так, конечно, делать не буду Хотя было бы прикольно Любопытно Ну, не, не надо Так что вот Настроение отличное, если честно Несмотря на то, что я сегодня Поздновато встала Из-за всех этих кошмарных снов Что-то выключала Переносила будильники Вчера еще Слава перед сном Включил сериал Твин Пикс Правильно, Зай? Че, ты все послушаешь? Так вот, как ты мои влоги смотришь Я смотрю их в моменте запись Ага, да Слава говорит, что смотрит мои влоги В моменте запись Короче, включил этот сериал Он его очень сильно любит Смотрел его вроде как один раз И я помню, как он мне несколько раз говорил Блин, это вообще лучший сериал Офигенный сериал Прям классный Вот И он включил первую серию Я ему вообще сказала, что все, я сплю Типа, я как бы засыпала Потому что реально мне хотелось спать В итоге чуть-чуть смотрела И потом, ну, и задавала вопросы ему какие-то Он говорит, спи, ты же спишь Ну, короче, в итоге я ему говорю Слушай, мне теперь тоже интересно этот сериал смотреть Давай-ка выключай его Будем вместе смотреть Там завтра, послезавтра начнем, не знаю Ну, в общем, просто мне хотелось спать Поэтому я ему сказала, выключай Вот, он включил другой сериал Который мне неохота смотреть Нарядилась зачем-то Обычно я на ресницы хожу вообще как бомж А тут я народилась Штанцы такие надела, достала Обычно я хожу в чем-то удобном Потому что мне надо лежать на ресничках Но в этом тоже будет удобно лежать И мне не хочется надевать спортивный костюм Вот этот, который у меня от бренда Манекен Они очень классные Я в них постоянно хожу Я думаю, сами видели Понимаете, о каких костюмах я говорю Вот этот синий у меня, зеленый, есть белый Вот, и они с начосом Они очень теплые В них достаточно жарко И я подумала, что не буду его надевать Хотя они очень удобные, конечно, и уютные Потому что реально жарко Вот, сняла свои шерстяные носки В которых люблю ходить по дому вместо тапочек Так что, когда придем, будем делать сырники Хотя уже будет время ужина, обеда Кстати, я ничего не поела Я сейчас на ресницы пойду голодная Но я не хочу кушать В этом и проблема Я всегда утром не хочу кушать И мне всегда это так тяжело Когда мне куда-то надо ехать Также записалась гомеопату Не то, что там меня что-то сильно беспокоит Просто я к нему периодически хожу Где-то раз в два месяца Вот так вот прихожу Ну, как для профилактики Знаю, что, кого Все ли нормально Вот Еще на этой неделе у меня в идеале По плану сделать фотосессию Но я уже не знаю, когда это все успеет Но учитывая, что я стараюсь рано вставать Я думаю, много чего можно успеть Хотя не знаю, не уверена Так что запомните, мои глаза вот такие Из хороших новостей Мне до ресницы идти буквально 4 минуты Я это обожаю У нас еще и ветеринарка теперь рядом с домом Пока До следующей встречи после ресничек Так, ребят, я уже дома пришла с ресничек Заняло это все прям час Прям столько, сколько я и думала, что займет Вот, я пришла Вивочка сейчас меня бнюхивает Интересуется я Ее мама, не ее Моя вкусняшка Она мне сегодня в носик лизнула Вообще она у нас не из тех собачек, которые облизывают лицо Она очень редко это делает Просто кошмар, как редко Никогда не облизывает лицо Не знаю, почему Но знаете, есть собачки, которые прям лицо лезут, облизывают Ее никогда так не делают Единственное, она может очень редко в щечку лизнуть Один-два раза И вот сегодня она у меня в носик лизнула два раза Просто вот так вот лежит здесь И начинает лизать вот эту часть Или вот там, не знаю, на ноге какую-то часть Если лежит там около ноги То есть она вот любит как бы поцеловать где угодно Но вот лицо, она не лезет обычно Да? Расскажи, как тебе прививку делали Ну расскажи Расскажи, как тебе прививку делали Ты тряслась, да? Пугалась Мамочка рядом была Мамочка поддерживала вилочку Короче, сейчас я закажу продукты И буду сегодня кащеварить Новость Компания Мета Признанная экстремисткой в Российской Федерации Обжаловала в московском суде Признание себя экстремистской организацией Короче, мне подружки рассказывали Что они общались с какой-то гадалкой И та сказала, что все вернется Но это, может, и не так, да? Потому что мы же с вами взрослые люди Че, мы будем каждой гадалке верить, да? Нет Я, кстати, на самом деле Ко всей информации, которую я воспринимаю Я не верю слепо Знаете, я посмотрела там какое-то интервью И там говорят то, что вот в 30-х годах Там типа астрологи говорят Будет новый мир Не будет такого понятия, как визы Вообще будет новый мир Просто прям крутой Ну, это клево, конечно Но, как говорится, посмотрим О чем я в коррозине, интересное дело А еще я безумно полюбила трубочки С вареной сгущенкой внутри Раньше их любила Потом долго не ела И сейчас снова полюбила Но их фиг найдешь вообще В итоге я решила ничего не заказывать онлайн Продукты Потому что я смотрела, и все, что я хочу Там этого не было Просто потому что там и обычно этого не бывает Или иногда, типа, бывает А иногда не бывает Ну, короче То, что я конкретно хотела Не оказалось там Поэтому мы сейчас со Славой поедем в магазин Чего мы давно не делали Ну как, на дачу только ходили А так-то мы уже все привыкли Что постоянно все заказываем на дом На дом Это, конечно, очень удобно Но не всегда есть те продукты, которые хочется Но поскольку я ничего сегодня не ела А уже 6 часов реально В общем, мне захотелось доширака Только вчера мы со Славой снимали реакцию И там смеялись над тем, что жена своему мужу на завтрак сделала доширак Вот И мы посмеялись И Слава такой говорит У нас дома тоже есть доширак А я Славе еще говорю Потому что я, ну вот не знаю, сколько там Пару недель назад Что-то я такая, блин, так доширак, думаю, не ела, так хочется А я раньше его в детстве любила А потом, ну, как-то выросла Скажем так, нездоровое питание Но иногда хочется Иногда хочется скушать Это как, знаете, там бабушка такая Типа, ой, чипсы, кола, это плохо Но иногда все равно такая возьмет чипсиков поезд Ну вот и я тоже самое Про доширак такая Все как бы доширак Там это не очень полезно, можно так сказать, да, понятное дело Но когда я ем доширак, я максимально специи насыпаю все Мой любимый это зелененький Всегда его любила, не знаю Вот эту специю, кто знает Я ее просто обожаю Прям готовые пальцы влезть Короче, заварила нам доширак Так вот делаешь Что-то я уже, ну, я высыпала себе всю специю Славе я высыпаю половинку Потому что он не очень сильно любит Вкусно Это очень странно, наверное, выглядит Ну, блин, мне вкусно И, знаете, вспоминаю, в детстве мы вообще доширак Этот не заваривали даже А просто сухой ели И прикольно было нам А еще, учитывая, что мы поедем в магазин Можно там взять и фарш хороший И печенку Давно тоже я не жарила, не делала Тоже было бы вкусно покушать Печеночку Все равно есть какие-то продукты, которые мне больше нравится Покупать в магазинах или на рынках Ну, знаете Да, так что я ем все, что захочу Да, я не поправляюсь Но тут, наверное, больше нужно думать о том Чтобы здоровью было хорошо и организму А не тому, что я там поправляюсь или не поправляюсь Но я все равно стараюсь нормально питаться Как бы это... Ну, не знаю, мне вообще всегда кажется, что никто в это не верит Что я нормально питаюсь Но я, правда, как я считаю, нормально питаюсь Иногда плохо питаюсь, правда Я люблю там поесть фастфуд, еще что-то Чипсики люблю тоже, бывает Там какой-нибудь сыр, вот этот косичка, да Но в целом Все-таки нормальную еду тоже едим Ну, вот сегодня у меня настроение доширак поесть Из-за вчерашней реакции, наверное Я увидела там доширак, думаю, блин У нас тоже есть Так что сейчас едем в магазин И, может быть, сегодня я наберу сил И действительно сделаю эти котлеты Тем более, что их не очень сложно делать Единственное, что фарш надо руками перемешивать Но это, в принципе, не сложно Главное хорошенько размешать Потому что если хорошенько не размешаешь То тогда будет разваливаться котлетка И что еще? И сырники Правда, сырники лучше делать на завтрак прикольный Вот так вот делать Но раз я сегодня дома Хотя вот, да, сейчас в магазин сходим Вот Все равно, кстати, дел полно Можно было бы и дома убраться Но раз я планирую клининг заказать Зачем мне это делать? Так, чуть-чуть я сегодня, кстати, пропылесосила Вот У меня всегда в дошираке напрягают вот эти кружочки Вот этот узор непонятный Я всегда думаю Я всегда думала, что это, не знаю Как будто бы какая-то случайность Почему она с каким-то таким классным узором? Что это вообще? Мне кажется, он уже почти готов Это мой завтрак сегодня Доширак Все, мы уже в машине И готовы ехать в магазин За трубочками со сгущенкой За творогом За фаршем Для котлет И хорошим настроением Любите такие конфеты? Странно так Вообще, я же сладкое не люблю и шоколадное Но почему-то вот эти конфеты Особенно на даче Они всегда И в гостях у всех Всегда есть такие конфеты Так хочется мне их съесть Это я с дачи взяла В сумке у меня лежит Не знаю, прикольно Люблю такие Немножко шоколада и вафельки Отлично, я считаю Ничего себе Представляете, нас приглашают в отель в Сочи И приглашают на 4 дня Но это-то ладно Это как бы клево Вообще супер Суть в том, что они еще говорят Что можно взять с собой собачку Но у нас девочка не чипирована И я думаю, что ей, наверное, это не интересно будет Хотя, блин, было бы клево Но я не хочу Вивьену лишний раз на самолет тащить Вот, короче, мы подумываем поехать Говорят, в мае будет плюс 20 погода Как думаешь? Круто Я этому очень радуюсь То, что, знаете, все равно есть какие-то приглашения Предложения Даже по поводу рекламы есть предложения То есть, казалось бы, ничего В принципе Так что вот такие вот дела Завтра мы с Настей должны встретиться Надо ей написать, кстати Узнать, что еще как Что планируем Куда пойдем Что будем делать Можно договориться даже пофоткаться А потом пойти в рейстик посидеть, покушать Не знаю Ой, какое красивое пальто на девочке белое Тоже теперь такое хочу Блин Хочу белое пальто теперь Но к белому пальто хочется и белую обувь классную Не знаю У меня есть только молочная В принципе, такие нарядные ходят Ох, реально погодка просто улет И у меня в голове такая интересная мысль пролетела Что я Не знаю, почему Просто пролетела такая мысль в голове Что я достаточно хорошо живу Зарабатываю, да Чтобы не знать, сколько стоят продукты То есть, я сейчас у себя в голове такая Так, а сколько стоит Типа хлеб А сколько стоит Там, не знаю, трубочка со сгущенкой Ну, не знаю, элементарные какие-то там Сколько стоит то, сколько стоит это Единственное, что я знаю Что говяжья вырезка везде по-разному стоит Где-то 1500, где-то 3000 Где-то еще дороже И у меня Наверное, то, что стоит нормальных Таких прям Ну как, у всех же понятия разные О том, что нормально, что дорого, что дешево Ну, короче Что-то я могу знать Но в целом Вот так вот, если сейчас спросить меня Сколько стоит сахар Или сколько стоит Какой-то другой продукт Я реально не знаю И я поняла, что Ну, как бы есть же люди Которые, понятно, каждую копеечку считают И так далее То, что каждая копеечка Даже в том плане, что там Не могут Иногда позволить себе Купить какой-то сырок Глазированный, да И я понимаю, что я достаточно хорошо живу Чтобы не знать, сколько стоят продукты Но я недостаточно хорошо живу Чтобы не знать, сколько стоит Одежда Там, не знаю, украшения какие-то Еще что-то То есть Я, по сути, даже Вот вчера с мастером по маникюру Мы обсуждали Собачьи пеленки У нее просто две собаки тоже И она говорит то, что на Авито Вообще одну пеленку Там за 4-7 рублей можно купить И мы посчитали то, что Я покупаю одну пеленку Получается за 20 где-то рублей Потому что пеленки Вивочки где-то там 500-600 рублей стоят И я вдруг поняла, что Ну мы примерно так сходили То и не факт, что они столько стоят Но я думаю, что примерно столько стоят И вот в этом плане тоже Особо не смотрю на цены Не помню, сколько стоят Вивьенины вкусняшки То есть я всегда знаю только итоговый счет Например, когда оплачиваешь что-то Но вот так вот, чтобы знать, сколько Что стоит, не знаю Потом мы начали со Славой обсуждать Он говорит, вот, типа Есть люди, которые там Не знают, сколько тачки стоят Не знают, сколько там хаты стоят Еще что-то И катаются на самых, там, не знаю Дорогих, крутых Живут в самых крутых домах Там дорогих, не знаю Да, но мне кажется, что все равно В какой-то степени, наверное Что-то-то знают Потому что Более дорогие покупки, наверное Они все-таки Ну, типа как машина, квартира Ты, наверное, так больше обращаешь внимание Потому что я вот всегда То, что касается квартир Я знаю так Ну, это стоило столько Это стоит столько Диван, типа, стоил столько Ну, там, не знаю Хотя все равно Наверное, от цены зависит Какая-то цена Если для каждого человека, да Разное же понимание И вот если для меня Одна цена это дорого А другая там недорого Ну, короче То, что в моем понимании дорого Я это запоминаю А то, что в моем понимании Недорого Я это не запоминаю Хотя иногда Вот так вот, да С кем-то говоришь И человек говорит Вот, типа Зашел в магазин Там, не знаю Пять тысяч оставил А ничего не купил И я с этим согласна Потому что у нас тоже Иногда такие чеки В магазине Я думаю Блин, да что мы взяли-то По сути Это не то, что мы там Покупаем только Самые дорогие Самые элитные продукты Нет, обычные продукты берем Но просто я никогда Об этом не задумывалась Надеюсь, мне никогда И не придется задумываться Если честно Вот И всем такого Желаю Не задумываться вообще О том, сколько стоит продукт Просто покупать И вообще В принципе Хорошо жить И не ту жить И ни о чем Не задумываться Не, ну Деньги надо правильно Тоже обдуманно тратить Нет, это правда Это правда Раньше я вообще У меня просто Туряная башка была Я на всякую фигню Деньги тратила Покупала всякое Ненужное барахло С возрастом Конечно Это меняется И ты вообще Цену Деньгам Как-то Вещам Вещам Ну и Деньгам 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 Тупое слово Короче Цену Понимаешь Цену Именно А ты вот так Да, покажи То, что Тяжело Заработать Не всегда Легко Дается И как бы Ты начинаешь Ценить Деньги Не придерешься Отлично Сказала Ну и вот И раньше Я всякую фигню Покупала Типа Одно платье Понравилось Можно взять Еще два Таких Только других Цветов И в итоге У меня очень часто В шкафу Висели вещи С бирками Я их так Ни разу И не надела Сейчас у меня Такого нет Хотя Очень многие вещи Практически Все Не знаю 98% Наверное Вещей Там одежды Еще что-то Это все Бартер Но я Все равно Никогда Если прихожу В шоурум И мне говорят Бери что Хочешь Такое часто Бывает Я не беру Просто Ой Может это Пригодится Хотя Это не так Сильно нравится Я беру Только то Что реально Очень нравится То что я Реально Буду носить Во-первых Мне не хочется Грабить Шоурум Таким Образом Потому что Для них Это тоже Работа Для них Это тоже Деньги И как бы Вещи Которые Они дают Блогерам На бартер Они как бы Надеются На то Что там Блогер Сделает Хорошую рекламу Что он будет Носить А не так Просто Знаете Все Похапает И все Я поэтому Очень часто У меня было Тоже такое Что приезжаю В шоурум Я понимаю Что мне особо Ничего не нравится Или что-то Новенького Нету Не появилось И я говорю То что Ну давайте Я к вам В следующий раз Приеду Вот То есть Даже не беру Ну потому что Зачем Просто так Брать Это еще У меня Из-за того Что в шкафу Я стараюсь Не брать Лишнего Брать Только Столько Сколько Мне надо И хотя Несмотря на то Что я не в курсе Сколько стоят Какие-то продукты Я очень сильно Расстраиваюсь Когда выходит Так что Мне приходится Какие-то продукты Выкидывать Потому что У них уже Срок годности Истелок И так далее Я очень сильно Из-за этого Расстраиваюсь Вообще Это ненавижу Хлеб Ненавижу Выкидывать Ну не знаю Вот просто Ну блин Так выходит Что например Очень редко Можно найти хлеб Который Вот половинка Батона Например Белого А большой Целый батон Нам Ну Мы его не съедаем Просто Потому что Мы не всегда Едим хлеб И не всегда В большом количестве И поэтому Понятное дело Постоянно Ну как бы Остается Там какая-то Часть хлеба Которая Там Ну протухает Да И все такое И это Ну как бы Грустно Не знаю Мне это бесит Поэтому хорошо Когда большая Семья Как говорится Большой семье Клювом не щелкают Вот И всегда есть Кому что съесть Поэтому я прям Грущу Из-за этого Так Мы приехали В ТЦ Причем мы планировали Я хотела сюда В этот ТЦ Приехать Слава сказала Типа нет И чё Ух ты мы тут Так давно не были Что тут ресторан Открыли Короче Я хотела сюда приехать Слава говорит Да нет Зачем нам ехать сюда Поехали в магазин Поближе Да классно Пойдем Пойдем Ты будешь Каплеты домашние есть Не Они вот этот Уколов Гипотизированный Короче Из приятных новостей Я могу снимать В общественном месте И мне за это ничего не будет Знаете почему? Потому что есть закон По которому Мне никто ничего не может сказать Поэтому я буду идти Смело и снимать себя Вот А вдруг на самом деле У нас кто-нибудь Блин круто Я так волнуюсь Как Молотова это делает Я не понимаю Не знаю Они вообще Они безбашенные Это очень страшно Причем это тупо Что страшного Если ты знаешь закон И ты знаешь Что ты по закону прав Но что равно страшно Наверное Ведь они руководствуются Конечно Поэтому я могу снимать Где-то хочу и продуктом Могу снимать Могу даже продукты снимать Вот Просто я не буду Людей снимать Да Посетители Конечно Это запрещено Хотя их все равно Может быть видно Но я могу снимать Вот так Что только видно меня В общем Я теперь благодаря Молотова И знаю Все вот эти вот Подводные камни Если меня что-то просят Не снимайте наших покупателей Я скажу Я их заблюрю Вот и все Мы прошли уже Мимо двух охранников У меня прям этот Ты же не первый раз Уже так хочешь ПТЦ-шки снимаешь Что-то Что-то очку Короче надеюсь Что сейчас мы найдем Какие-нибудь трубочки Вкусненькие Еще что-то Книга Обожает Скажи ты мечтаешь Чтобы я сделала пюре Ты бы хотел подвесить пюре? Очень хотел бы Очень Так Найти бы хорошую картошку Для отварки Картофель 170 рублей Буду теперь учиться Смотри Это путение Я не хочу Отбросить идеи Вот такой паштет Вкусный Но Вкусный он у меня Только со сливочным маслом А там Только один такой был Представляете По сути Из-за этого паштета Сюда ехали Ну ладно Так Что у нас по поводу прокладок Действительно Тех марок Которые раньше здесь стояли Я не вижу Но здесь есть Либрес Наверное Тоже неплохие Вот это я не знаю Что-то фирма Вот это я видела Но тоже не знаю Короче Да Обратите внимание Реально Нету тех Которыми мы все С вами пользовались Хотя может кто-то из вас Какими-то Ола пользовался Но я Хочу сказать Что они есть в магазине Но всякие там Натурелла Мои любимые Кстати Их тут нет Ну ничего страшного Господи Подумаешь Вот Может быть вот эти флоры Еще лучше Да Творог надо выбрать Мама сказала Что 5 или 9% Надо брать Короче Возьму вот такой Наверное творог Выглядит шикарно А еще я люблю Посмотреть на Срок годности Когда уже домой приду Поэтому я стараюсь Это тоже изменить Где он тут вообще Я наверное так Подозрительно себя веду Снимаю Продукт Я не вижу Что ты хочешь От меня далеко Я пугаюсь Когда она О сметана Сметана Наша любимая Сметана Вот такая Не знаю Хорошая она или нет Какую вы берете Напишите в комментариях Можно взять большую Вот такую Вот это кстати Тоже вкусная Сметанка Только что-то Она какая-то Мягенькая Упаковочка Ну что взять Какую сметану взять Можно взять Несколько Ну да Они кстати Долго хранятся 12.05 Ну да У нас одна Вот такая штучка Уходит на один прием Пельмешек На двоих Так Что еще Масло Еще я хотела взять Вот такое масло Походу Хорошее Которое 82% А все что ниже Оно типа Ненатуральное Походу Ну что-то такое Мне мама сказала Не знаю Так Я беру вот такие Трубочки Они стоят Знаете сколько 31 рубль Если я на те Трубочки сварю Или 36 Не знаю В общем попробуем Возьму 4 штучки А то они мне Очень вкусные Стали И я вам потом расскажу Вкусные трубочки были Или нет Сахар 159 рублей Вот такой Вообще сахара полно Помните да Вот эта тема была С сахаром Что он пропал Где же сахар Где же сахар Дофига сахара Вот Вон сколько сахара Сахар Посмотрите Огромное количество Вот такой Ненарезной хлеб Стоит 19 рублей А нарезной 39 рублей Так что Если вам не лень Резать То можете сэкономить Я беру Один нарезной Другой Ненарезной Который пойдет В котлеты Что мы взяли Видите уже Хлебушек взяли еще Самое дорогое Из блюд Который мы взяли Это Кусочек Осетрины Рыбы Горячего Копчения Люблю 1210 Это самое дорогое Хотя тут очень маленький кусочек Но она реально дорогая Но вкусная Люблю Зеленый липтон 99 рублей Взяла 3 штучки Ну все В принципе мы все взяли Тут ничего такого Прям Чипсов много взяли Сырных Моих любимых Что-то в последнее время Полюбилась сыром У меня всегда по-разному Одно время я люблю одни Другое время я люблю другие Воду мы будем брать Ну я взял Три больших пакета Получилось И 4 тысячи 4 тысячи 873 Все Вот так вот Закупились Ну дома все равно Покажу В общем Что взяли Еще взяли Две тарелочки Вышло 5 косарей Да Я уже сказала Но я думала Что Зачем машине Я говорила Что типа 5 тысяч потратили Всего один пакет Но в итоге у нас Три пакета Ну ладно А что мы взяли Да не мы много Хорошего взяли Фарш Например Рыбу Рыбу Вот у нас Одна рыба Блин на тысячу С чем-то вышла Поэтому в принципе Если убрать рыбу То Меньше Слава пойдет Вот сюда Ну вот Наш шопинг Закончился Я зашла В собачий магазин Ну точнее Зоомагазин Просто сюда собачий Назову Потому что у нас Собака И мне так удобнее Зашла в зоомагазин Хотела посмотреть Корм Вивьены Но К сожалению Там только зерновой Такой корм Мне было стрёмно Выходить без покупок Поэтому я на кассе Взяла и вот такой Снэк С сыром Для чистки зубов Типа как Зубная щетка Для собак Кстати Вивочке уже 4,5 года А у нее все еще хорошие Слава богу Зубки И приятный аромат Изо рта Иногда конечно Бывает чуть-чуть вонючий Но я не знаю За чего Может быть она просто Нервничает Или стресс какой-то Испытала Поэтому может Вонючка какая-то Во рту А в целом А в целом Реально Не вонючий у нее рот У некоторых собачек Так вообще пахнет Изо рта А у Вивочки Хороший запах Не знаю И вот мы когда ходили Ну каждый раз Когда ходим К грумеру На стрижку Там я еще прошу Чтобы посмотрели зубки Вот Типа Потому что Они наверное лучше разбираются Ну часто с собачками Животными работают Короче не знаю Ну в общем Суть в том Что они лучше наверняка разбираются Какие хорошие зубки Какие нехорошие Вот И я спрашивала То что Ну я говорю Что мы ни разу Никакую чистку не делали Вот посмотрите Что вы думаете Что вы скажете Говорят хорошие зубки Вообще У Йорика В принципе Зубки По-моему Считаются Таким слабеньким местом Скажем так Ну у нашей Йорики Слава Богу Все в порядке Не знаю Может потому что Она у нас корм жрет И постоянно косточки Какие-то грызет А может и Это плохо Не знаю Если честно Короче Закупились Слава только вот Расстроился Что-то там хотел А этого не оказалось В общем приедем домой Начну Делать пюре И котлет Вот такой вот У меня план Вивочка Иди сюда Привет Я тебе взяла Сырный снег Сырный снег Ой Будешь сырный снег На 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 Бери Че ты в камеру Уставилась Не обращай внимания Кушай Кушай свой снег Кушай Муричка Ты мой мой родичек Короче Блин С котлетами Все понятно Но знаете в чем проблема Что у меня есть Сухарей Панировочных Есть только какие-то Дурацкие Я люблю такие Которые прям Очень мелкие Крошки Прям чисто хлебные А это я не знаю Что Ну типа того Наверное Но они просто Какие-то странные Может хлеб другой Ну ладно Вариантов нет Придется такие делать Хорошо хоть вообще Какие-то есть Потому что я забыла Про это в магазине А эти еще Ну как раз Есть время У них срок Короче Я решила Все-таки Сейчас почистить Картошку По плану Сделать котлет Из пюре И салатик А вот такие Вот тарелочки Взяли Одна поглубже Другая поменьше Вот Сюда тоже Можно будет И салатик И еще что-нибудь Ну такие небольшие Может быть Печеньки насыпать Но сначала Понятное дело Помыть Жизнь научила меня Тому Что лучше Такие большие Картошки Не делать Я имею ввиду В том плане Что чем больше Картошка Тем дольше Она будет Вариться Поэтому я ее Всегда Вот так вот На кусочки Тут она прям Рука здоровая Попалась В шутку Сейчас Не знаю Хорошая ли это Идея Хозяйки Напишите В комментариях Ну просто Не знаю Чтобы уж Наверняка Без всяких Комочков И чтобы Наверняка Уж все Хорошенько Проварилось Хотя Последние Разы Давненьедавно Когда я делала Пюре У меня уже Все было Схвачено И никаких Не было Комочков Так У меня тут все Полным ходом В общем Картошка варится У меня уже Вот эту пенку Снимаю Периодически Хотя Ну нет Все равно Снимаю Хотя в любом Случа Воду-то буду Сливать Ну мало ли Вдруг Какой-то аромат Будет неприятный У картошечки Я конечно Не самый крутой Пауэр И вообще Можно сказать Я только в начале Своего пути Половинку батона Нам понадобится И в кипяченой Теплой водичке Нам надо его Чтобы он размяк Там как следует Снять надо корочку Но если хороший хлебушек У вас Свеженький То Легко снимается Даже руками Вот Так что сняла Сейчас вот фарш Вот сюда закину Буду все перемешивать Закину туда хлебушек Все это буду перемешивать Крутить Лук порезала Тоже в котлеты У нас пойдет Разумеется Сейчас еще по мельче Может настрогаю Не знаю Так что в принципе Все нормально Что еще Туда яичко Надо Не надо По-моему не надо В общем Сейчас еще раз Посмотрю рецепт Мамы Я взяла говяжий фарш Но можно миксовать Типа свиной Говяжий Но опять же Кто как по вкусу любит Так Еще соль понадобится И так далее Так значит Говяжий фарш 300 грамм Плюс свинина 250 грамм Не больше Плюс пол батона Белого хлеба Без корочек Ну у нас Говяжий конкретно Я решила Как в тот раз Сделать Потому что как-то Я брала фарш Спросила Свиного не было Поэтому сделать Говяжьего Так Хорошо Размягчим В теплой Кипяченой воде Вот хлеб Фарш надо Как следует Вымесить руками Добавить полстакана Холодной кипяченой воды Может чуть больше Вливать в процессе Вмешивания Чтобы фарш был Не жидкий И не слишком твердый Соль Примерно Не полная Столовая ложка Без горки Перец Можно по вкусу Можно без него Все очень тщательно Перемешать До однородной массы Я пробую Языком на соль Панировочные сухари И можно катать В ладонях Шарики И формировать В лодочке И в панировку Затем В разогретую сковородку С маслом Жарить на семерке Примерно И смотри Чтобы не подгорало Не пригорало Первая сторона Клади котлеты В уже разогретое масло Ну и лук надо Да Так Главное вмешивать Как следует Вымешать Да Яичко Я спросила Яйцо надо Она говорит Нет не надо Это давно еще Мы с ней переписывались 19 января Я делала котлеты В прошлый раз Давно Так Лук Так Пожалуй Я тут подготовлю пространство Очень ненавижу Когда грязно Даже в процессе готовки Мне это неприятно Я люблю сразу Грязное Сразу закидывать В посудомойку Чтобы У меня здесь Ничего не мешалось Не знаю Это даже не то Что я такая Чистюля Смотрите Какая молодец А просто Даже потом Уже Когда ты Начинаешь готовить Можно сразу После готовки Сесть покушать Пока горячее Вот И Когда уже Покушал Меньше Убираться Приходится Поэтому Как говорится Сделал Дело Более Сделала В прошлый раз Я уже говорила Вам рассказывала Котлетки Получились Вкусные Как надо Но Немножко Разваливались И Мама Сказала Что Это Потому Что Я Не Очень Хорошо Их Размешала Люблю Я Сразу Все Набухать И Потом Перемешивать Как бы так поставить Чтобы вам было видно Что у меня тут за дела Почему мы раньше Так не сделали И вот так вот Шмякаем Мне кажется Достаточно Он Влажный Получился Типа Не жидкий Но и Не твердый Мне кажется Воду вообще Не надо больше Добавлять Не знаю Что там у мамы За котлеты Когда она делает Что за фарш И так далее Но у меня Просто по ее рецепту Надо добавлять Больше воды А я боюсь Что если я еще Больше воды Добавлю То это будет Вообще Вообще Будет сплошная Вода В этот раз Я постараюсь Хорошенько Замешать Наверное Вегетарианцам Сейчас очень плохо На это смотреть Но Надеюсь Вы промотаете Если что Так Лук Хочется посильнее Порезать У меня правда Руки сейчас Скользкие Нам бы домой Нож какой-нибудь Здоровый То у нас все ножи Вот такие Типа маленькие Надеюсь Не будет перебора С луком Теперь так Мешаем Не знаю Выглядит Как однородная масса Я даже не знаю Что еще надо Так Ну попробуем Вот этот кусочек На соль По-моему Достаточно Блин У меня руки Такие Как будто В креме Каком-то Я не пойму Это хлеб Что ли Такой эффект Дает Или Этот Какой-то Жир Может Мясо Я не знаю Чуть-чуть Поперчу Все-таки Для Пикантности Все равно Буду Сейчас еще Мешать Не знаю Хорошенько Размешала Ну посмотрите Реально Что разве Не однородная масса Ну вот Как лепить Из этого Она прям Приклеивается Может слишком Жидко Может хлеба Еще добавить В тот раз У меня были Менее жидкие Котлеты Ну Здесь Днем Так А дальше Как Сразу Вот так Посыпем Блин Что Я не знаю Я не уверена Я не уверена В этой котлете Пускай Она так Лежит Короче Нам сначала Надо Сделать В формочке А потом Уже Их В этот Сухари Панировочные Потому что Так Каждый раз Руки Мыть На одну Котлету Нехороший Знак Ну я не знаю Ей богу Мне кажется Я достаточно Замешала В любом Случай Зато Потом Мама Посмотрит И скажет Какие ошибки Я допустила Ну Тем более От фарша Зависит Опять же Так Ну-ка Отклеивайся Так Вот что У меня Получилось Это уже Остаток Поэтому Маленькая Котлетка Чисто Для Вилы В общем Не знаю Посмотрим Конечно Что получится Но я уже Вижу У них Разломы А картошка Уже Мягкая Ну пусть Еще постоит Вот так Вот жарим На семерке Не знаю Закрывать крышкой Нет Боюсь Всегда Потом открывать Чтобы не было Такого Вот Картошку Сейчас буду Сливать Скоро Ну и как раз Думаю Все Вовремя Поспеет Тут у нас будет салат Так Ну что хочу сказать Опять котлеты у меня Получились слишком мягкие То есть Она не то чтобы Разваливается Ну вот вроде Вроде и нормально Не знаю Когда ешь Прямо Слишком уж Она тает во рту Скажем так По моим ощущениям То есть Мне бы хотелось Чуть потверже Чтобы она была А пюре Хорошее Мне кажется Без этих комочков И так далее Может чуть соли Не хватает А так вообще Без комочков Супер Знаете в чем секрет Чтобы сделать без комочков Долго варить картофель Ну и кстати Картофель так себе Если честно Прям пахнет картофелем Не знаю Может молока побольше Надо было Или соли В общем будем кушать Короче ребят По поводу Ужина По поводу котлет Они получились вкусные Вкусные да Но Много воды Слишком сочные Ну в смысле Это вроде как Неплохо Но вроде как И Не совсем так Консистенция котлет Которую я Хочу получить Я считаю Что Все приходит с опытом И Самое главное Что получается вкусно Просто мне хочется Чтобы котлета Легче лепилась То есть Чтобы я могла Из нее сделать Классную формочку Положить А потом В свое время Обвалять Панировки Вот Поэтому сегодня Я конечно Немножко помучилась Даже в тот раз У меня Котлеты Получались Не такие водянистые И было легче Из них сделать форму Но В тот раз У меня сильно Разваливались котлеты То есть Я ее прям Типа беру Вилкой Она прям разваливается То есть В этот раз Я Скажем так Прокачала Скилл Замешивания Но в этот раз Было больше Нужного Количества воды В нашей Всей кураге Ну короче В общем В целом Я молодец Все получилось вкусно Классно Все покушали Все убрали В общем Я прям Прям радуюсь С Настей мы списались Договорились Завтра встретиться В 2 часа На Патриарших прудах Будем фоткаться Гулять Посидим в ресторане Может быть Вечером Вообще Тусанем Ну как Тусанем Если ее Молодой человек Будет свободен И если Славе будет По кайфу И не впадлу Приехать в центр То может Почетвером Сходим в ресторан Но не факт Мы с Настей Подумаем Может быть Мы захотим Вдвоем Весь день провести Не знаю Что мы решим Завтра посмотрите Что мы решили Я сама еще не знаю Что будет Вот Сейчас уже Час ночи Поэтому сейчас Я пойду смывать Макияж Ложиться в кровать Чтобы была возможность Посмотреть серию Хотя бы чего-то И просто поваляться Не знаю Даже в телефоне Не в телефоне Хочу ли я лежать в телефоне Еще самое тупое Что из-за того Что я снимаю Неделю влогов Я ничего не снимаю В сторис И мне не хочется В общем мне сейчас Надо заставить себя Загрузить В ВКонтакте Какой-нибудь клип Какие-нибудь фотки Загрузить Чтобы там тоже Не пропадать Какую-то активность Может поддерживать Не знаю Их Я просто устала Слишком много Этих субсидей Их и так было полно Так еще больше стало Короче Не знаю В Телеграме тоже Я пропадаю Но суть в том Что я не рассказываю Почему-то подписчикам О том Что я снимаю Неделю влогов Я не знаю В момент Когда я снимаю Неделю влогов Начнут выходить Мои недели влогов Или нет Хочу сказать Что сегодня второй день Как я снимаю И мне легко Дается Ну типа знаете Бывает на пятый день Я прям устаю снимать И такая типа Блин Я Ну что рассказывать Но когда ты устраиваешь Себе какой-то интерактив В виде готовки Еще что-то Какие-то вопросы Какие-то темы Какое-то интересное место То вообще легко Потому что Сложно когда тебе приходится Придумывать чем Типа веселить народ Чем наполнять ролик А когда Дел полно И много всего Интересненького То тогда ты не запариваешься Первый день у нас был Такой немножко Может быть скучненький Хотя не знаю Кому как Кто-то вообще Любит мои домашние влоги Когда я просто болтаю Убираюсь дома Там не знаю Разбираю шкаф Или стол Кстати это тоже можно сделать Дел полно В общем Все люди разные Поэтому кому-то одно нравится Кому-то другое Так что ждите Следующий влог Он выйдет завтра Вот Не знаю какие просмотры Сейчас на видео Наверное не очень высокие Может люди отвыкли от меня Немножко Ну и плюс каждый день Выходит видео Может быть это тоже Не все успевают посмотреть Поэтому не буду Из-за этого расстраиваться Заранее Уже Планирую наперед Даже не знаю какие просмотры Вот Ну как бы пофиг В любом случае Обычно добираются В общем Буду смывать макияж Аккуратным образом Потому что у меня сегодня Ресницы сделаны И их нельзя мочить Поэтому Еще Тот еще геморрой Мне предстоит Может быть по мою голову Прокину Не знаю Или завтра утром Это сделать Может и завтра утром Сделать Просто хочу укладку сделать Подобрать луки Вот Поэтому надо будет Завтра встать пораньше Чтобы всю эту красоту Придумать и сделать В общем все Всех люблю Целую Обнимаю Будьте счастливы Здоровы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok